Здравствуйте, уважаемые студенты! Вашему вниманию предлагается лабораторная работа номер 6 по дисциплине монтаж, эксплуатации, электрооборудование и электроосвещение. Придет преподаватель кафедры энергетические системы Беличенко Екатерина Николаевна. Тема сегодняшней лабораторной работы – это монтаж электрооборудования и электропроводки. Цель работы – получить теоретические и практические навыки по проведению монтажа электропроводки и электрооборудования. Общетеоретические сведения. Монтаж электрооборудования и электропроводок. Электропроводка называется совокупность проводов и кабелей сечением до 16 мм квадратных. Электропроводка по месту расположения бывает внутренняя и наружная. Электропроводка по способу прокладки проводов бывает открытая. Провода прокладываются по поверхности стен, потолков, колонн, ферм и оборудования. И скрытые провода прокладываются в трубах, внутри стен, в штробах, гибких металлорукавах. Скрытая проводка обеспечивает большую безопасность и надежность. Ее применяют, когда открытая по технологическим показателям нецелесообразна. Область применения проводок указана в поле. При прокладке проводки по пожароопасным конструкциям оболочка проводов и кабелей должны иметь изоляцию и защитные покровы из несгораемого материала. Работа по монтажу электропроводок разделяется на две стадии. На первой стадии производится установка закладных деталей, подготовка трасс, установка крепежных деталей, распределительных коробок, пробивка отверстий и проемов. На второй стадии проводка и кабели прокладываются к электрооборудованию и монтируются. Соединение проводов производят только в соединительных и ответвительных коробках, внутри водных устройств, корпусов, электрооборудованию. Способы прокладки проводки Первый. Монтаж проводки на элементах зданий. Для крепления проводов и кабелей применяют накладки, хомуты, скобы, полосы, а также кабельные конструкции. Второй способ. Тросовые и струнные проводки. Применяются внутри помещений и между зданиями и сооружениями. В качестве несущего элемента для крепления проводов и кабелей используется стальной трос или стальная проволока. Третий способ. Монтаж электропроводки в трубах. Более трудоемкий и дорогостоящий монтаж проводки. По сравнению с материальными затратами, с первыми двумя способами прокладки проводов и кабелей. Применяют для защиты проводов и кабелей от механических воздействий, пыли, агрессивной среды. Применяются стальные водопроводные, электросварные, полипропиленовые и полиэтиленовые трубы. Продолжение следует. Универсальный клещик КО-1 и кабельный нож. В ответвительных коробках и в монтажных стыках узлов проводки, изготовленных в МЭС, а в иных случаях во всех коробках, провода вначале соединяют с грудкой. Соединение проводов сваривают или спрессовывают и изолируют после проверки всей групповой сети помещения на горение ламп. При соединении проводов в коробках оставляют запас на случай ремонта. При подсоединении к выключателям и штепсельным розеткам оставляют запас проводов. Рисунок 1. Первый рисунок – это соединение проводов в ответвительной коробке А и подсоединение выключателя или штепсельной розетки для утопленной установки. Для изготовления узлов электропроводок в МЭС и монтажа проводок на месте строительства разрабатывают технологические карты. Пример такой карты для монтажа электропроводок в однокомнатной квартире приведен на рисунке 2. Пожалуйста, здесь план квартиры и технологическая карта на монтаж электропроводки в однокомнатной квартире. Задания для проведения лабораторной работы. Первое. Ознакомиться с электрооборудованием на учебном стенде. Изучить устройство электропатронов для ламп накаливания, распределительных коробок, выключателей, штепсельных розеток. Второе. Разработать принципиальную схему и технологическую карту монтажа электропроводки на учебном стенде. Электрооборудование. Два электропатрона с электролампами и два выключателя. Две штепсельные розетки, две распределительных коробки. Третье. После проверки преподавателем разработанной вами технологической схемы приступить к монтажу электропроводки и подключению электрооборудования. Четвертое. Правильно выполнить следующие операции. Заготовку проводов, прокладку, разделку, соединение проводов в распределительных коробках и электрооборудовании. Проверить мультиметром, включенным в режиме омметра, правильность соединения проводов и отсутствие коротких замыканий в смонтированной схеме. Выполнить изоляцию соединений. Пятое. С разрешения преподавателя подключить схему к электрической сети напряжением 220 Вольт. Проверить правильную работу электрооборудования. После завершения работы разобрать схему. Содержание отчета. Первое. Цель работы. Второе. Перевести краткие теоретические сведения о монтаже электропроводки и электрооборудования. То есть не нужно мне всю теорию. Нужно ваше краткое содержание теоретической части. Третье. Начертить разработанную вами технологическую карту электромонтажных работ. И сделать описание выполненного вами монтажа электропроводки. Контрольные вопросы. Первый. Что называется электропроводкой. Второй. Способы монтажа и прокладки электропроводки. Третий. Достоинства и недостатки скрытой и открытой проводки. Четвертое. Как выполняют соединения проводов в ответвительных коробках. Пятое. Назначение технологических схем для монтажа электропроводок. Спасибо за внимание. Всего доброго.